Народ, всем привет. Привет. Ну что, как догадываетесь, мы снова в Кракове. Дни в Киеве прилетели очень быстро. 28 дней у нас был отпуск. И снова мы возвращаемся в наши Эмираты через Краков. Кстати, электричка в Шемысле была очень странная. Наташа даже видео сняла чуть-чуть. Ну что, электричка... Доброе утро. Да, доброе утро, доброе ранку. Доехали из Киева, еле успели взять дилет на электричку. Очень большая очередь была. Мне помогла девушка. Но наше купе закрыто. Смотрите, вы зайти не можем. Чемляны стоят все. Я предполагаю, они тут воду поклали из Киеве. Там сейчас стоят кондукторы ждать. И кондукторы мужчины ждут. Мы ждем, как это. Чемоданы здоровые никуда не влазят. А тут и места нет, в принципе. Ну что на это? Положим, будем стоять. Очаровательно. Мы еще купили билет, успели завтра, не знаю. Мне просто помогли на автомате все набрать. Ну карточки. Просто я в наличку, там просто 50 человек стоит, они еще долго не уедут. Ну это капец какой. Ну это такие тут купешки. Оно вроде как и уютно, если ехать с платиновой карточкой, да, и со шляпкой. Ну рюкзак там уже стоит. Да, да, да. Так и все там твое стоит. И этот, и рюкзаки. Крепец. Народ пишите, помните. Как вы ездите. Вот так вот чемоданы, чемоданы так и стояли, естественно. А потом просто там такая длинная череда чемоданчиков была. А что сказать, еще зашли, поменяли доллары, какой-то курс уже такой поменьше, 4,775 за 100 долларов. 4,47. 4,47, это круто бы было. Вот, и что еще, и странного, сегодня воскресенье и не работает каррифор. То есть мы зашли и купили себе бутербродики немножко в другой стороне и красивое пироженое. А почему странно? Да для тебя странно, для меня странно, а для них нормально. Так рассчитывали на кабанасе. Ну ладно, короче, народ, сегодня у нас новый отельчик. Поскольку наш прекрасный портал хаус был немножко дороже, когда мы стали бронировать, он стал там на 27 долларов, еще на 27 долларов. Поэтому сегодня у нас отель, который тоже в рейтинге букинга очень крут, 9,3, по-моему, называется он Витшвардс. Витшвардс! Вот здесь вот надпись будет, посмотрите, как он пишется. И сейчас дойдем туда, нам идти. Он тоже по этим плантам прекрасным. Помним этот зеленый прекрасный сад, называется Краковские планты. Вот, и он опоясывает просто кольцо, вот такое вот опоясывает центр города. Очень красиво, мы по нему гуляли, когда мы билеты покупали. И возле Барбакана мы по нему гуляли. И сейчас нам просто идти пряменько, я сейчас еще раз покажу вам. Прекрасный отель Полония. Кстати, мы его не забронировали, он очень близко с вокзалом, просто близко и красивый. А чем прекрасный, ну... Так там же смежный туалет Ивана. Да, там смежный туалет Ивана с вашими соседями. Так, друзья мои, мы сейчас идем прямо через планты. И включимся уже, наверное, когда подойдем к нашему отелю. Витшворц, Витшворц! Вперед, Наталья! Витшворц! Вот, друзья мои, оттуда мы пришли, видим планты. И вот он отель, смотрите. Витшворц! Вот он, мы нашли уже. Мало того, мы нам уже дали от номера ключик, 23-й, и лифт здесь есть, 22-й этаж, 9,2 на букинге. И едет он до 4-го этажа. А еще у нас есть сюрприз в тот музей, в который в нас не пустили, по карточке отеля Витшворц. Мы пойдем бесплатно, в любой день. Смотри, что там написано на вид на русском. Немедлительно утр, живописец. Что-то тут здесь было. Вот, кстати, про отель. Адрес Николаевская, 28, золотая стандарт. Ну, Витшворц, сейчас посмотрим номерочек. Вот тут такой, здравствуйте, это я, привет всем. Вот тоже, это же есть, кстати, на рецепции, он побольше будет. На нашем не было отеля, в этом, ой, не было отеля, а не было туалета в этом, в нашем портале хаус. Зато регулярно то появлялись, то убирались эти сходы, куда ехать. Вот, кстати, наш багажик, симпатичная рецепция. И вот с этой карточкой отеля мы пойдем бесплатно вот сюда вот, в номер 5. Хотя номер 5 что-то мне напоминает больше почему-то. Наташу мне напоминает вавельский, по-моему, больше. Номер 5. Что у нас в номер 5? Она сказала номер 5. Ну, номер 5 это Мариатский костюм. Ой, вавельский, Мариатский. Наташу опять пойдем? Вот, рецепция, милая девушка, все. Мы же сидим вперед. Как старинные? Да, и наши вещи совсем не старинные, все такие же тяжелые. Что мы обратно везем-то? Ну да, а я шутку выдаю, типа. Видишь, как не зашла? Да, не зашла, видимо. Ну тебе не зашла, может, кому-то другому зайдет. Ну все, будем взбираться и паковать телефон в рюкзак, а потом уже как-то покажем вам номер. А здесь солнышко, приятно. Помните, в какую ливеняку мы приехали? Если не знаете, смотрите видео обязательно. Вышли мы с этого лифта, знаете, как интересно. Просто не снимала вам, а садились мы в лифт вот так вот. Дверь была здесь, и мы стоим такие, а где выход? А выход сбоку был. Кстати, Наташа уже кресло заметила такое, древнее, атмосферненькое. Да, на каждом этаже кресло стоит. Да? Уж как красиво. Такие ступеньки, слушайте, дерево, слушай, ну красиво, действительно. Обязательно будем ходить по ступеням, когда забросим все вещи. Ну идем. Наталья, будете вскрывать сейчас. А, покажи ключики. Ключики, как обычно, смотрите, какой красивый ключ именно. Не как карточка обычно в Турции, в Эмиратах, а именно ключ. Номер 23. Номер Майкла Джордана. Так, сейчас узнаем, какой у нас номер Джордановский. Вот здесь 24. Камера. Камера, номер 4 и там 5 номер. Ага. Не знаю даже, какой нам номер дали. Мы когда бронировали, это был последний номер. И таки, да, потом, когда я заходила на букинг, на эти числа, на конец августа уже не было. Будро, первая пища. Какой-то большой. Большой. Ух ты, ну, неплохо так, неплохо. Знаете, какой-то писательский номер. Если вот продолжу писать свои записки, кстати, можете почитать на моем сайте записки из разных стран. Ух ты, красиво как. О, и водичка. Кстати, мужчина сидел возле нас, пил такую же водичку. Да, это реально был этот дом, да? Как, слушайте, да, сейчас покажу. Ой, конфетка, конфетка. Конфеты положить? О, приятно. Так смотри, конфетка фирменная еще. Вид створц. Как он его? Вид створц. Слушай, вот это внизу, по-моему, там описано, как будто бы этот строитель, архитектор именно. Надо еще раз почитать этот конкурс. Так, а ну, вид какой у нас. У меня такое впечатление, что через улицу наш этот портал хаус, да? Вид шикарный. Боже, как красиво. Ты идешь направо и сразу направо. С вашего позволения, друзья мои. Ух ты, красиво как. Уже вон входит в старый город, где мы с вами гуляли. И еще погуляем обязательно. Так, я попала в какую-то... Ой, выпустите меня отсюда, выпустите, выпустите. Слава Богу. Сейчас пойдем еще... О, кстати, телевизор LG и такое вот креселка приличная. Мне кажется, почему-то кондиционер работает. Либо вот я так почувствовала прохладу такую. Так, это что? Это шасси? А, это холодильник. Так, что у нас здесь? Ну, такой вот хороший шкафчик, обыкновенненький. Там был намного больше, в принципе, шкаф. Будь здоровы, Наташа. А ну, что у нас там в холодильнике? Что-то есть? Нет. Нет, пустой и не включенный. Это хорошо. Это хорошо. Так, Наташа, а ну покажем давай вот это. Что у нас здесь есть? Ага, вот туалет, ванная и душевая кабина. Ну, отлично. Ну, класс. А есть у меня на такой? А у меня на таблице никаких нет? Или есть? Что-то мы ничего с собой не взяли. Так, а что-то есть. Два мылица. Два мылица. И какие-то? Ну, покажи. И что-то нам дали. Ну, главное, что в шампуне. В шампуне есть все. Есть чем голову мыть. Тут есть куда вешать. Полотенце с конфеткой есть. О, кстати, вы здесь еще можно повесить что-то. Вот, да, можно повесить. Слушайте, ну, пока отель нравится. Ага, вот, да. Здесь есть, но он выключен. Почему не стало холодно? Я мерзлячка. Я мерзлячка. Представляете, насколько я уже лёрзну, что в футболках шли по Кракову, и я вот замёрзла, зашла в номер и замёрзла. Ох, классно. Наташа, выключилась. Почему ты это сделала? Ты не выключила? Это она тебя ревет. Ты что, спи? Страшно-то как. А, фу. Народ, вы меня не пугаете. Все, я пошла загружаться. Все, пойдем загружаемся. Какая красота вообще. Вот, ну, друзья мои, мы вам показали этих, показали уже два отеля в центре города. То есть, можете зайти их смотреть, еще покажем завтрак. Завтра обязательно. Посмотрели, какой завтрак. Добраться очень легко. В 10 минут максимум. А так, это все отец. Да, ну, просто пришли останавливаясь. Сносительно, конечно, да, на основное тяжелое получилось. Ну, тем более, когда мы знали дорогу. Я хочу сказать, окно – это мечта. Калачики на подоконнике. Это с ума сойти. Это развивающаяся занавеска. Я думаю, что Наташа показывает рукой, показывает рукой. Все, народ, ставьте лайки, пишите комменты, как вам отели. Какой лучше, кстати, портал хаус или витцлот, витцлот. Ну, посмотрим еще на завтрак завтра. Ну, вот, в принципе, букинг дает хороший выбор отель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!